В Верхневолжье утвержден размер ежемесячных и ежегодных выплат для студентов-цивиликов, обучающихся в медицинских колледжах региона. Решение принято на заседание правительства Тверской области, которое правил губернатор Игорь Руденя. Напомним, что теперь в Верхневолжье абитуриенты при поступлении в медколледжи могут заключить договор с организациями здравоохранения и муниципалитетами Тверской области. В соответствии с ним учреждения оплачивают обучение целевиков, а студенты, в свою очередь, берут на себя обязательство после получения диплома отработать в больницах Верхневолжья определенное время. На текущий год 23-й это 270 студентов дополнительных, которые будут приняты по соглашению. Они будут получать повышенную стипендию и в течение года единовременную выплату, но они вместе с нами должны будут укреплять систему здравоохранения нашего региона. Губернатор отметил, что это очень хорошая путевка в жизнь. В дальнейшем эту программу можно распространить и на другие направления, в том числе в образовании. Региональные власти ставят задачу бороться за кадры. При этом и в муниципалитетах должны включаться в работу, стимулируя молодежь оставаться в родных местах. То, что мы сегодня строим, ремонтируем, вводим новые ФАПы, ВОПы, новые полиглиники, конечно, все это должно находиться в территории с хорошей транспортной доступностью. Ну и, соответственно, жилищный вопрос никто не отменял, поэтому молодежь тоже хочет, чтобы у них была перспектива по проживанию. Что касается ежемесячной выплаты, то она зависит от курса, на котором обучается студент и от успеваемости. Например, на первом семестре первого года обучения все будут получать по 5000 рублей, а после сдачи сессии на «Отлично и хорошо» во втором семестре – 6500. Для остальных сумма не изменится. Ежегодная выплата в 2024 году будет равна 12000 рублей для всех, а с 2025 года – 15000 для отличников и хорошистов, а для остальных – те же 12000 рублей. Причем, по личному указанию губернатора, все это за вычетом НДФЛ, то есть то, что студенты будут получать на руки.